здравствуйте дорогие друзья и так коротко перед шаббатом что не успеть об этой недельной главе интереснейший обратите внимание вот сказано три раза в год вы должны все мужчины прийти в храм иерусалим все дома города оставались без прикрытия не без ничего и воры знали прекрасно ну вот сейчас уйдут все как чудесно соседи вокруг амаликяне мавитяне там всякие как бог сказал идите я гарантирую что все будет хорошо написано в торе что три раза придешь ты должен явиться ко мне и что никаких не будет никакого ущерба то есть как кто такое может сказать что ты иди освободи свои дома от охраны от всего не будет ущерба только бог только бог это заповедь это доказательство существования бога и божественного происхождения всех его предписаний потому что ни разу за все времена не было истории когда люди шли в храм и что-то пострадало в этой недельной главе естественно говорится о шаббате делать шаббат на все поколения написано и вот двухтысячном году когда был знаменитый 2000 год нью-йорк таймс газета одна из самых влиятельных в мире была по крайней мере опубликовала праздничное издание с интересным таким подвохом она предсказала попыталась предсказать каким будут заголовки через сто лет они пишут что на ближайших выборах роботы там смогут голосовать кстати уже не так уж смешно становится помимо этих прогнозов была такая маленькая рамочка там было написано время зажигания субботних свечей никто это не оплачено объявление дело в том что газетчики то поставили как они были уверены что через сто лет точно будут еврейские женщины зажигать свечи вот такое даже неверующее издание подтверждает шаббатом были разбиты скрижали давайте два слова о том причина побудившая маша разбить скрижали он увидел танцы буйство написано вокруг золотого тельца и понял что народу нужны вообще более глубокая связь с богом основаны не только на том что один раз увидели там упали в божественном экстазе это должна быть связь установлена на основе собственного выбора когда человек или сам выбрал или искренне раскаивается и поэтому маша бросил скрижали разбивает их создает что-то более новое это толкает людей совершить раскаяние которое приведет новым духовным высотам так мир постой во первых смотрите они были должны теперь сами понимать кто они какие их планы и немножечко не только свыше все за нас будут делать в талмуде сказано что первые скрижали несли только основы торы а вместе со вторыми мы получили там уже талмуд галаху а году там и все остальное потому что как ты даешь много тебе и дается больше с небом в этом важный урок для нас всех кто пережил или не дай бог переживает какой-то кризис своей жизни написано нельзя паниковать и бояться быть сломленным не нужно просто надо понять и усвоить что кризис это начало любого нового строительства неделю назад там рассказывали из историю с одним евреем который сложная ситуация у него была он думал что вообще уже все разрушена жизнь и он потом наткнулся на слова хисхиагу что день бедствия и наказание день хуления это как ибо дошли написано как там сказано младенцы до места родов то есть когда самая сложная ситуация дальше то что стал любавический рабы когда темнее всего рассветным поэтому еще раз говорю кризис это начало новой жизни говорят мудрецы если вы верно смотрите на жизнь то сможете преодолеть свой кризис и обязательно построите все заново это доказывает разбиение скрижали уже хуже ничего не могло быть вы в данном случае написали поэтому мудрецы когда вы оцениваете ситуацию поймите вы не уничтожены не унижены наоборот бог знает какую надо начать новый этап жизни вы только правильно на это среагируете перед нами шаббат знаете я два слова хочу сказать люди говорят что в шаббат сон это наслаждение это все так но мудрецы сказали одной из майсу такую один ученик пришел спросил его главу че ты опоздал на занятия он говорит вы знаете я проспал и говорит в моменте вот смотрите буквы слова шаббат составляет предложение шейна бешаббат таранук то есть сон в субботу удовольствие раф улыбнулся и говорит что в повседневной жизни мы пользуемся разными жидкостями и по-разному потребляем например воду мы пьем стаканами вино бокалами водку рюмочкой получается чем выше градусы или качество эффективность напитка тем сильнее чем сильнее влияет он на организм тем человек меньше дозы принимает поэтому то же самое можно сказать про солнце вот он действительно очень полезно только маленьком он высокоэффективный в маленьком количестве остальное надо немножечко уделить окружающим молитве и небу брахава от слаха шаббат шалом